Здравствуйте, это программа «Тема дня», с вами Вера Таран. Контроль за пользователями в сети интернет – наша сегодняшняя тема. Наше правительство неутомимо в попытках взять всемирную сеть, по крайней мере, на территории нашего Отечества под контроль. Для этого постоянно предпринимаются какие-то меры, вносятся изменения в соответствующие законы об информации, о связи. Ну и один из недавних буквально шагов – это так называемый проект создания единой системы учета интернет-пользователей. Вообще, какая его цель? Собирать и анализировать просмотренный контент. Ну, в общем, собственно, это и есть наш сегодняшний информационный повод, но будем говорить не только об этом. Напоминаю, что мы вещаем на телеканале Тверской проспект региона, а также на Тверской радиочастоте 95,5 FM, радио Монте-Карло. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон – 3190. Звоните, задавайте вопросы, делите свои мнения. Ну, а в гостях у нас сегодня Дмитрий Нечаев, депутат Тверской городской думы и главный редактор нашей телерадиокомпании «Тверской проспект», и также специалист в области кибербезопасности, руководитель Тверского регионального отделения «Кибродружина» Николай Нагайцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, назрела опять такая тема. Николай у нас тоже уже был, да, где-то примерно год назад. Мы обсуждали, но, как видим, попытки государства не прекращаются. Но вообще, если рассуждать об этом, на самом ли деле уже мы вот так вот, это очередная попытка нас взять под контроль, либо мы уже под контролем, находимся уже давным-давно? Ваше мнение? Ну, если меня спросить, то, конечно, мы полное ощущение, что мы давным-давно под контролем. И, знаете, мне напоминает ту ситуацию, когда снявший голову плачет по волосам. Дело в том, что мы вот, ну, я отношусь к поколению 40+, и кто старше, для тех, конечно, может быть, вот эти новые явления, новые реалии, они, может быть, какими-то кажутся инородными, чуждыми и какими-то опасными, угрожающими. Но понятно, что когда я родился, у нас в квартире был один телевизор черно-белый, весна, на три комнаты, и все, больше у нас ничего не было. Утюг еще был. А сейчас мы понимаем, что даже утюг обладает камерой и микрофоном и так далее. Ну, я утрирую, но сейчас практически, как вот этих гаджетов, их такое месиво, такое количество. Это еще недавно запретили вот эти приобретать так называемые шпионские, там, всякие авторучки с камерами, там, игрушки с камерами и так далее. Штраф до 200 тысяч или 4 года лишения свободы. А так-то мы понимаем, что сейчас редкий гаджет не обладает довольно мощной камерой, микрофоном и так далее. Поэтому в таком мире, перенасыщенном вот этими электронными всякими средствами коммуникации, а они же можно, как знак равенства, ставить одновременно при определенной задаче, могут являться и средством контроля, слежения. То в таком мире просто говорить о том, что, ой, мы боимся, что за нами кто-то наблюдает и следит, ну, мне кажется, это уже достаточно наивная история. Но я готов еще эту мысль развить, прокомментировать. Просто хочу, чтобы уважаемый собеседник тоже высказался. Николай, ну вот вы как специалист в этой теме, ваше мнение? Ну, я полностью поддерживаю, да, что у нас сейчас шагнуло IT далеко. Действительно, есть и в холодильнике умные, которые уже за нас еду заказывают, и осталось только бегать самим, доставлять. Развитие, ну, как, IT настолько глобально, да, и слежка, как бы, паниковать, что за нами следят, ну, довольно-таки, скажем, уже, ну, пещерные люди, наверное, об этом думают, что за нами не следят. Ну, объясню. Раньше было, да, там у нас обычный телефон, да, домашний, стационарный. Те, кто занимался криминалом, всегда знали, что по телефону общаться нельзя, потому что он прослушивается. У спецслужб всегда есть средства контроля. Единственная проблема в чем? Если кто-то может в частных, ну, в собственных своих интересах использовать. А слежка, ну, как, не слежка, скажем, да, контроль, вот этот глобальный, тотальный, он всегда велся, вестись, ну, велся и будет вестись. По поводу гаджетов, да, соглашусь, потому что сейчас тот же самый яблочный, да, продукт, у него настолько мощные микрофоны, что в соседней комнате звук пишется 24 часа. Если мониторить трафик, который проводят наши телефоны в выключенном состоянии, ну, не выключенном, когда просто в ждущем режиме, сколько они гигабайта отсылают на облако, да, опять же, это тоже говорит о том, что куда-то это уплывает, наша информация, куда-то наши данные уходят. Бояться того, что за нами следят, ну, я бы не стал бояться, да, единственное, просто бы разделил, для чего слежка, да, вот, если это в плане как мотивируется для того, чтобы нам предложить какой-то более выгодный контент, для того, чтобы, что мы ищем, это как бы некая ширма, да, это просто некий заработок на нас, да, для того, чтобы анализировать, получать средства и потом нам дороже что-то перепродать. То, что мы сами накрутили, сами раскрутили, сами отрекламировали, бесплатно все сделали, соответственно, это можно сократить множество рабочих мест, направить уже в более такие русла. Тот же самый ВК, да, мы видели, какое время давал бесплатно создавать фонотеку, да, и молодежь, молодежь создавала фонотеку музыкальную, в итоге, что мы видим, полчаса бесплатно, остальное хочешь платить, ты сам создал фонотеку, мы тебе ее и продали, ты своими руками сам себе еще и заставил себя заплатить за это. Поэтому я не против того, что за нами следят, мониторят, единственное, что я, да, против, то, что за мои деньги мне еще и продают продукт, я плачу за трафик, и вы мне еще за мой трафик забираете информацию и тратите мой трафик. Заплатите мне бесплатный интернет, сделайте, вопросов нет. Я, пожалуйста, согласен, галочку подпишу, любой договор, и мониторьте хоть 24 часа в сутки, там, что с моим телефоном происходит, мне все равно. Но я буду пользоваться бесплатно, я понимаю, за что я заплатил. Я заплатил за анализ, за анализирование. А если я не хочу, чтобы, я буду сам платить за свой трафик, ну, тогда, извините, не суйтесь ко мне. Пожалуйста, ковыряться у меня в телефоне. Ну, вот я просто хочу сразу пояснить, да, о чем мы ведем речь. Дело в том, что, скажем так, инициаторы этого проекта, они чем аргументируют? Необходимость создавать такой реестр и пользователей, и вообще, почему необходимо просматривать контент, в чем это может помочь. Ну, говорится о том, что это необходимо для рекламодателей, для развития самого контента как такового. Ну, вот якобы будут видеть, что ты там смотришь, чем интересуешься, и вот про что как раз говорил Николай, и будут подкидывать так или иначе необходимую информацию. Насколько я понимаю, что это далеко не факт, что это будет та информация, которая тебе нужна. Здесь же может под этого просто продаваться какой-то продукт, который вообще тебе неинтересен. Есть такая вероятность? Что для этого все и делается? Ну, это невероятность, это так и есть. Но если даже, кто помнит, да, раньше интернет, когда только-только зарождался, можно было найти все, что угодно, да, там по запросу, было намного проще. Искать уже конкретно, что тебе нужно. Сейчас это сделать довольно-таки сложно. По любому запросу тебе предоставляется то, что либо проплачено, либо которое в топе новостей. Ну, неважно, нужен ли тебе топ новостей или не нужен. Тебе информацию предоставляет ту, которую хотят тебе преподнести. Чтобы найти ту, в которой тебе информация нужна, тебе нужно потратить очень много времени, воспользоваться всякими программами, чтобы это сортировать, перелопатить, кучу информации, чтобы получить то, что нужно. Я думаю, как журналист вы сталкиваетесь с такой проблемой, когда нужно что-то найти, конкретику какую-то. Да, однозначно. Мы сталкиваемся и как пользователи интернета, какой мы принадлежим, с тем, что, конечно, идет отсев запросов по релевантности, то есть по наибольшей востребованности. И поэтому уже давно никто не удивляется, если, допустим, кто-то, например, сегодня посмотрел, ну, кто-то хочет, например, тот же утюг, например, купить. Если он завтра откроет и послезавтра, через неделю откроет свой компьютер, то не нужно удивляться, что вам будет огромное количество предлагаться утюгов, там выскакивать окна всплывающие. Ну, все мы это знаем, да, я же помню, не открывая Америку. Есть еще более изощренные схемы. Я, правда, вот этого сам не проходил. Я только, кстати, сравнительно недавно обзавелся телефоном вот этим с активным интерактивным экраном. Раньше у меня был кнопочный, он меня очень устраивал, но я его потерял. И вот коллеги с одного федерального СМИ делились такой историей. Он говорит, мы в офисе сидели, общались с девушкой по телефону. И я ей говорил, что неплохо бы нам купить, ну, я там точно не помню, ну, по примеру, сыр какой-то вот на вечер попробовать сыр какой-то определенный, так сказать, определенного производителя. И говорит, каково же было мое удивление, это просто они по телефону обсуждали. Когда я пришел домой, и у меня в интернете, ну, телефон привязан, понятно, к почтовым ящикам, к различным там всем соцсетям и так далее, стали беспрерывно всплывать окна, предлагающие мне разные сорта сыра. Я как бы подумал, как один наш телеведущий коллега говорит, случайность, не думаю. Вот, то есть, и такие моменты. То есть, я думаю, что все уже довольно далеко зашло. Другое дело, то, о чем говорит Николаевич, он говорит, я не против, если бы мне это предложили на бесплатных условиях, либо за деньги, тогда бы я отсеивал. Но дело в том, что тут не сильно сейчас спрашивают, против мы или за. Я подойти посмотрю, что говорит закон об использовании, какими это регулируется. То есть, например, все мы находимся под колпаком уже потому, что кругом установлены камеры видеонаблюдения на улицах. Хотим мы или не хотим, но нас постоянно снимают видеокамеры. Дмитрий Леонидович, давайте прервемся и вернемся к этому интересному разговору буквально после рекламы. Не переключайтесь. Ну что ж, это снова программа «Темы дня». Продолжаем наш разговор о контроле за пользователями, то есть за нами в социальных и не только сетях, в сетях интернет. Дмитрий Леонидович, вы начали… Да, мы остановились на том, какими законами это регулируется. Есть несколько законов, которые, в общем-то, эту схему, эту сферу регулируют. Один из самых главных – это законы персональных данных. Здесь, конечно, возникают вопросы. Например, я начал говорить о том, что все мы попадаем в камеры видеонаблюдения, кто живет в городах, даже не очень крупных, много-много раз в день, и фактически весь наш путь можно проследить. Это один из вариантов слежения. Законно это или незаконно? Мы знаем, что видеосъемку человека, вести против его воли, вроде бы как незаконно нельзя. Но у нас есть еще другой закон, который регулирует уже эту сферу. Это закон, уже касающийся регулирования в сфере правовых органов, органов правопорядка. Там гораздо больше возможностей для съемки. Дело в том, что тут разделяется. Снимаем мы просто с целью видеофиксации. Вот человек прошел, и все. Или же мы снимаем его биометрические данные с целью установления личности и так далее. Распознавание лица. Да, распознавание и так далее. Но кто из нас может поручиться, что вот эта камера распознает лица, а эта не распознает? И я вам скажу точно, что все больше камер теперь все распознает. Уже если даже предполагается, что штрафы будут приходить не только за то, что он превысил скорость или полосу пересек, а даже будет распознавать, что человек пристегнут или не пристегнут в машине и так далее, и так далее, то все идет по этому пути. Я думаю, что вообще, в принципе, скоро откажутся от номеров автомобильных. Просто будет вшит чип какой-то в машину, и уже бесполезно будет грязью замазывать что-то, как сейчас делают многие, особенно мотоциклисты. Поэтому все это стремительно развивается. Мы просто даже не успеваем оглянуться. В год по нескольку новых подзаконных актов вводятся в законы, чтобы успевать за тем развитием, которое техника дает. Особенно это вводится, конечно, в тех ситуациях, когда на зарабатывают деньги, когда это штрафов касается, когда чего-то взять. Это же то, о чем Николай говорит, что многое приходит. Для чего вообще, кому это нужно? С одной стороны, это безопасность. Да, мы понимаем, что если идет террорист, его лицо, сейчас же даже по походке человека можно идентифицировать, эти умные системы, интеллектуальные слежения, видеонаблюдения, по его жестам, мимики и так далее, ну, почти 99% точное попадание. Конечно, с одной стороны, гражданам хорошо. Вот распознали террориста, его обезвредили. Вот там, допустим, произошло преступление. Я представляю, насколько легче стало работать правоохранительным структурам, которые могут буквально все это детально восстановить, увеличить, что-то посмотреть. Ну, беспрерывно по телевизору показывают ролики. Подсудимый, обвиняемый говорит одно, смягчает обстоятельства, а прокручивает видео, видишь, что совершенно другая была картинка и так далее. Правда, сейчас приобщение вот этих материалов еще не совсем отрегулировано к уголовным делам. Так вот, с одной стороны, хорошо. То есть, для нас, для законопослушных граждан, все нормально. То есть, мы находимся в большей степени безопасности. А с другой стороны, конечно, люди протестуют, потому что не всем нравится, когда его снимают. Кто-то в каких-то пикантных ситуациях оказывается снятым. Ну, допустим, не жену пригласил в ресторан. Это то же самое, как, буквально, ремарка с законом о тонировке. Очень многие вы спротивились, потому что далеко не все возят джон. Ну, это да, но тут очевидно, конечно. У кого тонированная машина, вы попробуйте в ночное время проехать, что-то разглядеть в это стекло. Это, конечно, для безопасности, конечно, не в плюс идет. Так вот, ну, то есть, второй момент, что граждане против. Но многие, хотя не все. Но, вот знаете, если сравнивать вот эти два обстоятельства, что мы больше хотим, общественной и коллективной безопасности, или чтобы вот просто почему-то меня не снимали. А почему? Ну, например, вот если человек законопослушный идет, что ему угрожает? Ну, вот он попал в камеру видеонаблюдения. В день в нее попадает несколько десятков тысяч человек. Представьте себе, что некие какие-то грозные спецслужбы вычленили именно вот этого Николая Петровича Сидорова, или Ивана Ивановича Иванова, и вот прям сосредоточились на нем, сидят его, разглядывают. Ты что-то как-то, я, честно говоря, не вижу тут резона какого-то особенного. Ну, есть, в принципе, такое понятие, я здесь соглашусь с этим, что, да, есть понятие безопасности и прочее, но в то же время, мне кажется, вот эта так называемая частная жизнь, где человек просто не хочет лишний раз, допустим, они не сильно публикуют свои фотографии в тех же соцсетях, по минимуму дают о себе информацию просто потому, что они так считают. Они не хотят давать информацию о себе просто потому, что не хотят, потому что частное — это частное. А сейчас происходит некое вторжение. Я думаю, что, да какое вторжение? Дело в том, что даже если предположить, что тут некий человек, которого кнопочный телефон, который ни разу не заводил себе ни в ВК этого аккаунта, ни в Фейсбуке, вообще его нигде нет, не представить, он просто, вот он, некий человек с кнопочным телефоном. Ну, понимаем, в чем дело? Даже если он попал в камеру видеонаблюдения, которую обслуживает, предположим, какой-то оператор, ну, пусть он даже силовых структур, ну, его увидит вот этот оператор в лучшем случае, если там он, хотя, думаю, что и не увидит, потому что попадает в колоссальную базу данных гигантскую, и никто там персонально его не отсматривает. Я хочу сказать, что вот этого человека, если он ходит по улицам ни в поранже, ни в хиджабе каком-то, то его увидят в тысячу раз больше людей в течение дня, чем какой-то один оператор, который предполагаемо обслуживает вот эту камеру. Ну, тогда, я не знаю, тогда ему есть смысл куда-то ближе к Агафьи Лыковой уехать туда. Там он, скорее всего, только с волками и медведями будет встречаться. И то это не факт, еще ничто не гарантирует, что его не отследят где-то со спутником. Николай, вот хочу, чтобы, прежде чем вы скажете, что вы хотите, ответили все-таки на вопрос. Вот на самом деле это вот реальность о том, что говорил Дмитрий, что вот ты поговорил по телефону, да, тебя гаджет, скажем так, проанализировал и потом выдал тебе про сыр. Ну, про сыр, да, есть такие варианты, которые звуковые. Есть, если у тебя не закрыт, да, в телефоне. Ну и то, телефон, как бы, есть функция, да, отключить любые функции. Там можно отключить геолокацию, отключить контакты. Ну и то, все приложения, которые есть, практически там 80%, они обходят. Потому что законодательно у нас не урегулирован этот вопрос. Мы вроде как бы, было, кто-то пытался в Госдуме, выдвинул такой закон, но он что-то быстро как-то завял, затух и все, исчезло. Чтобы, если ты галочку поставил, то, соответственно, уже никакая организация не может тебе обойти эту галочку и смотреть твои, ну, твои данные. Ну, насколько я знаю, что это не работает. И отдельно, не будем называть банки, известные пользуются своими приложениями. Не работает, да, это система, галочки стоят, но все равно, как у нас, при оплате, ну, переводе денег вытаскивают из записной книжки, хотя доступ к записной книжке закрыт, а попадается такая, ну, такие, скажем, как это назвать-то даже не мошенничество, там вроде как просто из-за того, что есть лазейка в законодательстве, да, нету жесткого регулирования, как этим пользоваться, поэтому они вот таким макаром обходят и получают доступ к нашим данным. Потом, опять же, приложения хитро делают, как, чтобы получить данные, они сначала, когда устанавливаешь приложение, они сразу автоматом открывают все данные, ну, все галочки. При установке-то они сразу получают, если даже ты что-то предъявишь, скажешь, а мы устанавливали в тот момент, когда у тебя галочки не стояли. Но можно, конечно, пойти хитрым путем, установить на голый телефон сначала приложение, закрыть все галочки, потом залить туда информацию, и они все равно, когда обновление происходит, некоторые приложивки делают обновление, и у них слетают все запреты, и они опять заново получают доступ. Вот, вы знаете, сейчас Николай рассказывает это все, а мне, я по образованию не сись админный, я больше такой гуманитарий, мне это напоминает вот такое ведро с водой, которое сплошь все истыкано дырками, изо всех сторон течет. И мы говорим о том, что только вот одну или две или три дырки заткнуть, и можно быть спокойным. А мы не видим, что их там 122, эти дырки. Что-то же сито. И оно там хлещет во все стороны уже, понимаете, как только вы хоть раз в жизни зарегистрировались на портале госуслуги, как только вы хоть раз в жизни зарегистрировались в ВКонтакте, в Фейсбуке, вы отправили какие-то там электронные почты свои, приложили к каким-то документам, вы где-то там покупали квартиру, что-то там какое-то передали свои данные там кому-то, риелторы еще, да все уже, понимаете, мы сейчас так вспоминаем, что я сегодня сделал. Вы вспомните, проанализируйте, что за последние 10 лет, сколько раз вы где-то указали свой e-mail, где вы там какие-то свои телефоны указали, которые привязаны теперь по полной программе. Только все это уже давным-давно утекло. Я вот сегодня слушал федеральную одну нашу коллегу, и она говорит, понимаете, в чем дело? Вот мы говорим, есть ли жизнь там, как мы живем в онлайне, онлайн, чем дальше, тем мы больше живем онлайн и так далее. Она говорит, да мы уже давным-давно все в онлайн, и чем дальше, тем больше. Вот мы, она тоже так, ближе к 40 годам, она говорит, ну мы еще помним, когда мы были не онлайн, когда мы были, когда я помню, в юности я занимался в школе охотников, Мы уезжали в леса, мне было 13 лет, и родители не могли позвонить, и мы бывало там задерживаемся, на электричку приезжаем в 11 ночи. Они уже посидевшие сидят, потому что нас нету, где мы. И не позвонить ничего, ни смс-ку отправить, ни пейджера, ничего не было тогда. Мы вообще понятия не имели, что можно из леса куда-то позвонить. Теперь все, это абсолютно реалия, совершенно нормально. И теперь, даже, понимаете, раньше как было, еще буквально каких-то лет 15 назад, чтобы быть онлайн, надо было сидеть за громадным каким-то компьютером тяжелым, с каким-то трясущимся этим блоком. И тогда мы были онлайн, когда интернет полз со скоростью улитки, это было онлайн, я даже еще помню сотовый телефон, вот такие огромные, как кирпич, это Nokia, и трубка была на проводе еще к нему с этим. И вот с таким мы ходили, еще редакционные задания выполняли. И это еще было вот совсем недавно. Теперь мы уже, как мы можем сказать, что мы не онлайн, нам уже не нужен этот огромный компьютер, уже даже ноутбуки, это все прошлое. Когда ты выходишь с телефоном, это тоже гораздо более в десятки раз мощный компьютер, чем тот, про который я говорю. И ты беспрерывно онлайн, потому что отслеживается, ну, во-первых, ты беспрерывно общаешься, с тобой общаются, твое перемещение. У меня есть друг, живет в Москве, там еще более это все развито. Он говорит, а я вот какой-то, ну, он любит эти всякие электронные примочки, он говорит, я вот какое-то приложение у себя на телефоне открыл и посмотрел свое перемещение в течение года, где я по Москве перемещался. Там вот тысячи и тысячи вот этих линий, все полностью отслежено, где, в каком он магазине был, какие чеки пробивал, все полностью, человек под колпаком, под контролем. Каждая минута его жизни за год, она запечатлена вот в этом приложении. Где он был, во сколько, что покупал, куда ходил, какими карточками платил. Там огромное количество информации. Причем он специально это не регистрировался, он не просил за ним так следить. Но все это есть. Ну, даже страшно, честно говоря, от этого делается. А что бояться-то? Ну, а вдруг? Ну, а вдруг, ну, я не знаю. Ну, так вот, я и попытаюсь понять, что вдруг должно случиться. Ну, что-то, может быть, случится, что ты не захочешь, чтобы про тебя знали столько, сколько знают сейчас. Нет, если вы идете с ведром динамита каким-то, ну, я хочу добавить по поводу того, что отслеживает какой-то конкретный человек. Давно же люди ни за кем не следят. Уже следят машины, программы. Та же есть программа СОРМ, уже пятое поколение вышло, которая все наши передвижения, перемещения в соцсетях, в любой контакт, нажал кнопку в телефоне, это уже все показывается. При любом каком-то конкретном действии, да, можно поднять данные, ну, на любого человека в любой точке мира. Также у нас телефоны оставляют след, да, вот где мы ходим, где мы бродим. У нас, если даже у тебя не бьет интернет, у нас GSM-сети тоже никуда не делись. А вышки, как они были, так и работали больше, чем у того же интернета, да, там, потому что более точные. Но все равно GPS, маяки, даже если там все ограничения поставишь, все равно программы умудряются работать без них, без нашего разрешения. Поэтому переживать, что мы там, не хочешь, чтобы тебя был, ну, за тобой не следили, это не носи ни телефон, не пользуйся ни компьютером, ни соцсетями. На современном мире, как бы, это не очень возможно. А потом, опять же, камеры. Многие считают, что, да, там, идеальное преступление, купил себе сим-карту левую, купил себе левый телефон. Ну, нормальный, грамотный следователь, в принципе, вычислить тебя, ну, в течение, там, дня может понять, кто ты. Даже психолог грамотный за фейковым твоим аккаунтом может, ну, полчаса посидеть, поразбираться и понять, кто ты сидишь за ним. Уже твой, написать твой портрет, да, там, как ты выглядишь. Не секрет, что раньше и без соцсетей убийц вычисляли, там, по каким-то повадкам и составляли фоторобота, не видя даже данного человека. А наука все дальше и дальше продвигается, а мы все почему-то считаем, что мы еще до сих пор можем против танка, там, да, с деревянным молотком пойти. Причем, вот вы говорите, что не ходи с телефоном. Я даже скажу, что с никаким телефоном. Я помню, первый раз мой многострадальный кнопочный телефон, у меня ребенок потерял, и нашли какие-то, ну, потом выяснилось мальчишки, какие-то раздолбая, негодяи, нашли, вместо того, чтобы вернуть, они первым делом думали, что они самые хитрые. Открыли заднюю крышку, вынули аккумулятор, вынули сим-карту, сломали ее пополам, выкинули в кусты, и с полным чувством полной безнаказанности, значит, пошли этот телефон там колупать, что-то такое. Ну, опуская подробности, через два дня телефон был ребенку возвращен, спасибо сотрудникам полиции, никаких проблем. Это был клопочный телефон, без всяких там этих привязок. Ну, потому что у нас единственное, почему так, не находят 100%, если каждого расследуют, там просто завалят гигантские деньги. Ну, просто из-за телефона, который стоит там 3000 рублей. Да, 300 рублей, за ними просто нет смысла заморачиваться. Ну, вот к разговору о том, стоит ли бояться или не стоит, да, мы вот когда готовились к программе, дискутировали, что все равно определенное влияние может осуществляться определенными процессами через все вот эти, так или иначе, гаджеты, новшества и вот эти технологии, да. Мы говорим про управление начислениями, вот тут даже не начислениями, а скажем управление массами, да, управление массами, которое начинается с управления начислений. Ну, вот, допустим, возьмем такую, да, фантастическую, чтобы нас не обвиняли в каких-то там обвинениях. Возьмем фантастическую историю, да, грубо говоря, у нас есть, ну, мы живем в каком-то определенном мире, да, у нас есть зарплата 30 тысяч рублей. Соответственно, мы все пользуемся картами, пользуемся Apple Pay и всякими остальными, да, гаджетами, которые уже, как бы, молодежи удобно пользоваться неналичкой. Старшее поколение все равно больше предпочитает наличку, потому что они понимают, что за ними мониторинга меньше, да, ведется. Ну, тяжело отследить человека, которому происходит наличный расчет. Вот. Соответственно, если мы пользуемся картами, что происходит? Ну, вот у нас зарплата 30 тысяч рублей. Мы пользуемся только картами, да. 10 тысяч у нас уходит в месяц на еду, 10 тысяч уходит у нас на коммунальные услуги и все остальное. И 10 тысяч в месяц у нас постоянно остается. Некая корпорация, да, там, вымышленная, X, да, скажем, посчитала, что 10 тысяч рублей, как бы, они не рабочие, да, деньги не рабочие. Жирно, жирно, что остается. Приносите деньги. Соответственно, надо вытащить как можно больше. Что может данная корпорация делать? Всем никому не секрет, да, подняв цены на топливо, растут везде цены, соответственно, у нас увеличиваются расходы. Поднимаем цены на топливо, начался рост, да, и начинается, у нас кончаются деньги, мы начинаем у кого-то занимать. Ну, и в соцсетях мы начинаем обсуждать, что тут все подорожало, начинается какое-то волнение. Соответственно, уже можно социально понимать, что у нас социальное волнение возникает. Что мы можем сделать? Скинуть цены. Получается, некая корпорация, которая стоит во голове, молодец, она предотвратила, да, она показала свою работу, что мы заботимся о населении. Другая корпорация получила свою выгоду, потому что она снизила точный расход, и вот эти 30 тысяч рублей у нас в ноль, под ноль уходят. Волнение утихли, потому что вроде как бы скинули же цену на топливо, все, мы уже вроде стали меньше тратить. Как только мы научимся жить на эти 30 тысяч заново опять, у нас начнут опять накопления, можно опять потихоньку подымать. И вот этим можно регулировать, любой процесс можно так регулировать. Глобально, да. Интересно. Ну вот все-таки волнение многих еще связано с тем, что, скажем так, наш интернет, попросту говоря, пытается сделать, как в Корее. Вот отрезать от нас от всего мира, по крайней мере, активно это обсуждается, что находит определенные подкрепления. Уже сейчас многие ресурсы, которые ранее были доступны, да, в том числе там западные, они недоступны. Вообще как? Это на самом деле реально? Ну, давайте так скажем. Вот был в Даркнете Рунион такой форум, довольно-таки крупный. Рунион, да, этот, всем известно, интернет под интернетом, вроде там специалисты высокого уровня сидели, занимались, в итоге его со мной накрыли. Потому что он стал очень сильно толкать наркотическую пропаганду наркотиков, в общем, стал большими партиями толкать. Его просто в один прекрасный момент закрыли. И у нас почему-то население думает, что у нас Роскомнадзор и все другие органы не могут вот так по щелчку перекрыть там, да, там кислород тому же самому контакту или за какие-то распространения чего-то. Все могут, просто есть определенные рамки, да, определенные законы, которые надо соблюдать. В чем проблема возникает такого, да, почему сейчас идут возмущения, именно нападки такого плана идут, что интернет закроют, нас решат. Давайте просто поразмыслим, да, там, чего мы лишимся. Например, скачивание, допустим, возьмем оскорбление в сети, да, там, ну, что на улице, что в сети, оскорблять можно получить, подать на тебя в суд, можно по законодательству получить либо штраф, ну, все в зависимости, какие действия совершил, можно и до тюремного срока, да, Славик? Да, там, от последствий, да. Потом, опять же, за распространение наркотиков, это по-любому можно сесть. За распространение порнографии можно сесть. За призывы к насилию. За призывы к насилию можно сесть. Вопрос, что теряет население от этого законодательства? Теряет рынок некие компании, типа, которые распространяют это. Ну, социальные сети, а дели, в которых это происходит? Которые выгодно протягивать молодежь, потому что молодежи, интересно, они считают, что если они наркотики покупают по закладкам и по интернету, они там прям защищенные, там все супер-пупер закрылись. Да, они самые умные, самые хитрые, они закрылись и все могут. Ну, на самом деле, это такой некий миф, да, там, просто если тебя не поймали в данный момент, просто ты либо не нужен, либо просто, ну, всегда объясняю, да, у нас сотрудников полиции, грубо говоря, 100 человек и миллион человек населения. Этим 100 человеком, чтобы поймать, там, хотя бы 300 человек, со мной нужно потребоваться какой-то промежуток времени. Это, если тебя не поймали, просто до тебя очереди. Просто в разработке. Ты просто сидишь в очереди, вопрос, либо ты вовремя соскочишь, да, там, прикроешься, тебя, ну, не успеют довести до конца, либо ты просто попадешься в любом раскладе. Поэтому, как простой гражданин, мы не теряем ничего. Что закроет там интернет, нам перекроет кислород, это больше делается для чего? Для защиты того, чтобы, разберем, на примере синих китов, да, у нас были синие киты, всплеск, пошла вот эта волна синих китов. Группа смерти. Группа смерти, она, мы как законодательные, мы же не можем закрыть сразу группу. Появилась какая-то группа, да, там, учстили смерти, да, там, надо создать комиссию. Бюрократия начинает работать, да, там, в своем составе. Это комиссия, расследование, привести, признать этот ресурс все-таки незаконным и привести его в действие, оградить. Ну, это, грубо говоря, проходит за период времени, там, год и два, и может и больше пройти. И этот ресурс работает. К тому моменту, когда мы издадим закон, что этот ресурс надо закрыть, он запрещенный, уже он никому будет неинтересен, мы закрываем пустышку, смысла его закрывать уже и так нет. А для чего этот делается закон? Появился в сети, да, вот, какая-нибудь информация, там, вроде насилия, мы не можем, да, понять, там, происходит, вот, флаг там какой-нибудь висит из запрещенных организаций, да, там, какое-нибудь избиение или убийство. Мы не можем определить фейковое это видео, для каких целей оно было сделано, попадает она под рамки закона. Соответственно, закон просто сделает каким? А он заблокирует этот контент и будет разбирательство. Если признает, ты не согласен, что твой контент заблокирует, ты можешь также подать в суд, выиграть в суд, и твой контент восстановит, скажет, да, ты на грани, где-нибудь там, вот так вот рядышком проходишь, не было призыва, не было это, но, по крайней мере, на данный момент будет заблокирован до момента следствия. У нас, получается, пока следствие ведет, все этим контентом пользуются, да и даже есть у нас тот же самый ВК, куча заблокированных сайтов, они со мной продолжают функционировать. Судом уже выдвинуто заблокировать, они продолжают функционировать, потому что нет жесткого инструмента, как надавить на те же самые организации. Они, конечно, говорят, у нас куча контентов, мы не можем это отрегулировать, но давайте посмотрим другого плана, да, у нас есть соцсети, которые почему-то не могут, но у нас есть группы, да, у нас же всех, каждому есть свой интерес, и есть группы по интересам. В интернете создаются группы, почему там модераторы жестко прописывают правила, и они могут контролировать вопрос, если ты туда зашел, на форум какой-то определенной марки машины, да, там только про эти машины разговор, и не будет никакой ни порнухи тебе не вылезет, ни призывов к ничему, да, там бывает взламывают их, но они быстро принимают действия, чтобы это защитить. И это работает всего там, ну, два человека, три такие небольшие группы людей, а у нас большая корпорация, да, мега, которая не может защитить нас от такого от вредоносного контента. Я думаю, что здесь мы в значительной степени боремся со следствиями, а не с причинами. Дело в том, что вот есть такая поговорка, хорошая русская, старинная, словно не воробей, вылетело, не поймаешь. Так и в интернете. Вот себе представить, что, например, вы выложили какое-то видео незапрещенное, или какой-то там печатный текст выложили, все, он ушел. Это все равно, что выйти на площадь, прокричать какой-то секрет, а потом задним числом, спустя там, даже если это вы завтра сделали, а не через год, сказать, все, ребят, забудьте, я ничего не говорил. Ну, уже понимаете, что давным-давно все скопировано в интернете, уже распространено, прокомментировано и так далее, и так далее. То есть это уже следствие. Вот бороться со следствиями, это, мне кажется, уже совершенно подхлёстывать интерес. Поэтому надо перекрывать причины и наказывать тех, кто действительно в такую цель себе ставил распространить незаконный контент, что в следующий раз было неповадно. Это как борьба с фейковыми контентами, да, то, что у нас новости фейковые. Как правило, молодежь берет какую-то, скачала новость, да, там, частично услышала в новостной ленте агрегаты, переделывают, как им удобно, да, там, с какими-то этими. Ну, если СМИ не может себе такого позволить, потому что СМИ надо проверить информацию, не дай бог они какое-то что-то лишнее скажут, и на них судебное понесут, вплоть до уголовной ответственности. Почему молодежь считает, что она высказала вот это мнение и считает это свободой слова? Я сказал. Так, ну, за любое слово надо уметь отвечать. Ну, это фактически, если это идёт о неправде, то это распространение ложной информации. Ну, это тоже уголовно наказуемо. Конечно, то есть за это надо действительно отвечать. Поэтому вот я... Да, я согласна в части, что, на самом деле, ещё много что надо контролировать, по сути дела, и это делается не так, как это надо, да, но я здесь немножко веду речь о другом в плане, да, на ограничение нашего интернета от всего остального. Многие переживают за то, что будут закрыты, опять же, не наши соцсети, тот же Facebook, тот же Instagram, всеми столь любимый, особенно молодёжью. Вот, плюс ещё сейчас гораздо труднее, там, стало в том же самом Ютьюбе не всё. Уже много видео пропадает, потом какие-то видео вообще с сайта для просмотра, там, тех же самых фильмов, особенно есть там сериалы Омана и прочее, тоже уже гораздо сложнее. Этот не работает, другой не работает. То есть вот эта вот информация всё равно, она как-то вот ограничивается. Но здесь мы путаем маленько. В данный момент про информацию, которая ограничивается в фильмы, это уже правообладатели, это авторские права. Здесь борются, они всегда борются, есть пираты, они всегда будут пираты, что на сто процентов нельзя сказать, что нас прямо вот так взяли, обрубили, не будет ни пиратки, ничего, всё будет только в разумных пределах, да, там всё равно есть лазейки в законодательстве, никто не оставит, что так вот взял и всё заблокировал, как в Китае, да, там, и всё. Вот у них есть внутренняя сетка, и до свидания. У них там маленько другое. У нас сейчас такого делать никто не будет, потому что это, во-первых, и невыгодно. И невыгодно ни бизнесу, ни правительству, никому это невыгодно заблокировать. Если бы было выгодно, уже давно бы нас закрыли. Это даже не спрашивали нас, нас бы просто потихоньку огородили, и мы бы даже не поняли, в чём дело. Не работал ресурс, не работает ресурс, и всё. И всё. Мало ли, взломали хакеры. Так, хорошо, что речь о других, скажем так, соцсетях и прочего, не наших. Здесь как? Возможно ли вообще это закрытие? А вот по соцсетям смысл закрывания этих сетей есть ли или нету? Просто здесь нужно уже внести, не закрывать, не бороться с какими-то сетями, а объяснить, почему нельзя ими пользоваться. Почему это плохо? Плохо в каком плане? Потому что, если я пользуюсь нашей соцсетью, это, грубо говоря, где-то у нас тут болтается, где-то пользуется. Аналитику, как правило, за границей уже не может с наших серваков утащить. Но так как у нас даже наши соцсети больше половины держат информацию за границей, не у нас, соответственно, все вот эти законодательства против Фейсбука или ещё кого-то, ну, это как с ветряными мельницами бороться. Мы Фейсбук закрываем, а тот же самый наши держат также серваки за границей. Что им мешает там получить информацию, доступ? Кто там им запретит, придя с корочкой, покажите, скажите, дай мне доступ на такого. Никто не запретит. Потом же есть определённые структуры, что у нас, что за границей. Они могут воспользоваться на любого, взять досье с интернета, и никто им не запретит этого. Учесть, что интернет создан не российскими правообладателями, не мы создали интернет. И тот же самый ТОР, молодёжь в нём прячется. Прячется от кого? Если весь ТОР создан был спецслужбами Британии для того, чтобы изначально поднять эту всю структуру для переписки тайных каких-то сведений, и он уже как бы не защищённый. Потом опять же, переписка, как может молодёжь считать, что они защищены, переписываясь, сотовый телефон привязан к IP-адресам, привязан к сим-картам, привязан к нашим телеграммам, контактам, и всё. Наш сотовый номер привязан, и мы как-то считаем, что мы там в ТОР вошли и защитились, прямо все оболочки закрылись железобетонным забором. Да, всё это довольно наивно выглядит. Я представляю, как специалисты и спецслужбы над этим сидят и смеются. Ну, в фильм «Снолден» там банально всё рассказано и показано. Могут там некоторые смеяться, скептики, что там ничего не работает. Но если просто этим заниматься, проводить аналитику, работает оно и неплохо работает. Если бы это не работало, тогда бы давно нам просто сказали, мы ничего не понимаем, давайте закроем всё, не будем это развивать. Если это развивать, значит, это кому-то нужно. Однозначно нужно. Ну, вот говоря про умные системы, которые появляются, я знаю, что фитнес-браслеты тоже не столь невинны и безопасны, как это может показаться, и не только для спорта могут быть. Ну, да, фитнес-браслет, сейчас многие видели, что китайские производители очень активно их спуливают. Хотя себестоимость у них сейчас недовольные-таки недешёвая, они умудряются по очень дешёвой цене их продавать на рынке. Для чего это делается? Ну, было скандально, ну, скандал был среди китайцев. Их просто засекли, что они собирают информацию. Это биометрия наша, это... У нас сейчас в телефоне сканер отпечатков есть. Фотография есть. Я думаю, мало кто заклеивает фотку именно селфи-камеру, потому что даже если ты не делаешь селфи, это не факт, что тебя телефон не снимает. Да вот ты даёшь добро на 24 часа обработки твоего видео, твоего аудио, твоей информации, куда это утекает, а одному Богу только известно, да, куда это ушло. Соответственно, быть наивным, что нас... Мы не секретные, и как бы нас засекретят. Молодёжи одна отмазка. Кому я нужен, я никому не интересен. Интересен. Объясню по фитнес-браслетам. Допустим, как может работать фитнес-браслет. Вот вы идёте по улице, происходит где-то в районе преступления. Ну, грубо говоря, там, в радиусе километра, да, происходит преступление. По вышкам раньше могли и сейчас могут вычислить, что сотового телефона, грубо говоря, было 10... Было, произошло убийство. 10 телефонов было в данной области. Соответственно, это люди подозреваемые, да. Осталось только разобраться, мог, не мог, где проходил, где находился. По GPS-навигации, если у кого-то включена, да, это ещё проще. Там уже более точная, уже понимаешь, что он там в километре шёл, ну, никак не добежал за 3 минуты, он там не совершил. Фитнес-браслеты, что ещё делают, да, проблема фитнес-браслета? Он же нас телометрию, да, этот пульс... Соответственно, если ты мимо проходишь и видишь преступление, у тебя что, участится пульс? Резкий скачок пульс отразится на приложении. Приложение даст сигнал. Соответственно, я могу поднять информацию, посмотреть, а, почему пульс учстился? Либо это сам убийца, либо это просто проходящий миссис свидетель. Соответственно, уже будет основание для приглашения, для беседы как минимум. Это вот одна из самых таких опасных, да, не считая того, что мы можем пересечь за границу, да, никто же не сечёт, что за границей уже знают, кем ты занимаешься. Допустим, ты сильный айтишник, занимаешься айти-технологиями. Как ты только пересекаешь границу, на тебя спецслужбы уже имеют досье. И в данный момент, когда ты приехал, тебя могут в любой момент сказать, слышь, ты вот больно интересный, у тебя тут куча преступлений. Отпечатки твоих пальцев есть? Вот тут было. Кто мешает им это сделать? Будешь либо работать на нас, либо до свидания. А также политиков, да, можно спокойно переехал за границу, твоя телометрия есть, либо преступление какое-то на тебя повесим, либо ты нам делаешь определённые действия. Оказываешь определённые услуги. Вот оно, пожалуйста, влияние. Вот так вот. Я в этом и не сомневался. Я, знаете, просто сейчас так послушал, там, кое-что даже новое для себя узнал, хотя, в общем-то, тоже в этом мире живу, в этом ворюсь во всём. Дело в том, что вот постоянно каждая эпоха нам какие-то новые вызовы людям подсовывает. И то, что, конечно, сейчас это тотальная эпоха тотального интернета, тотальных IT-сложнейших технологий, систем и так далее, это факт. И люди ещё никогда с этим не сталкивались. Мы вот, кто постарше, впервые увидели, а вот дети наши, они уже вырастают, они уже в люльке лежат с этим айфоном, плафоном, уже какие-то там няни электронные, там какие-то наблюдатели и так далее. Вот эти камеры устанавливают, как ребёнок там всё идёт, всё это в интерактивном варианте работает. Для них это уже плоть от плоти. Это уже всё, они без этого жить не могут. Уже, к сожалению, не отличают часто виртуальный мир от реального. И это сложнейший вызов, и мы ещё не знаем, чем это в итоге аукнется. Даже не в итоге, а в развитии. Потому что пока это в развитии находится, до итогов ещё там далеко. Уже мы видим очень огромное количество негативных последствий. Ряд стран уже ограничивает это. Во Франции, например, запрещено телефоном школьным, по крайней мере, пользоваться время. Потому что это, знаете, как ядерная энергия. От неё есть огромное количество пользы. Мы там обогреваемся, освещаемся, там энергию получаем. Также огромное количество разрушительного эффекта. Всё мы знаем про Хиросиму и про другие моменты. Так вот и с этим, с вот этой тотальной интернетизацией, с тотальным вот этим засилием всяких умных технологий. Но мы такое уже в уменьшенном виде проходили. Помните, как ещё лет там, несколько десятилетий назад, люди верили в всяких чумаков, ставили воду, банки заряжали, искренне верили. То есть, телевизор воздействовал, что там что-то какой-то инопланетяне помогает, или банки заряжаются с водой, или ещё что-то там, какие-то слова произносить надо, чтобы там помолодеть на 10 лет. Верили. Но ничего, переварили и как-то всё разобрались. Так и тут. Просто это ещё более сложный вызов, но и люди уже более сложные. У нас уже дети, я говорю, с детства, с молодых ногтей этим занимаются, этим пользуются предметами. Поэтому просто нужно уметь себя обезопасивать, формировать своё отношение к этому. То есть, не всё вот это принимать на веру, то, что тебя где-то в интернете цепляют, предлагают, какого-то завлекают и так далее. Просто вот мы недавно при поддержке Фонда мира нашего регионального отделения проводили встречи со студентами о террористических угрозах, которые через интернет, сейчас это наиболее такой действенный путь, говорили со студентами, первокурсниками Юрфака. Говорили, ребят, просто самое главное, вы сами не будьте, как говорится, лапшой. Мало ли, что там вам кто завлекает. Там серьёзные сидят нейропсихологи, там серьёзные люди, обладающие серьёзными технологиями всяких лингвистического там программирования. Вы просто понимаете, что такие угрозы исходят и умейте себя обезопасивать, держаться. Так и тут. Единственное, что со стороны государства нужно делать, что всё-таки, чтобы действительно вот этот нежелательный контент, вот я как родитель подростка, я, конечно, не хочу, чтобы высыпалась вся помойка на экран при первом нажатии на экран. При этом определённое, то есть каждому возрасту, каждой социальной категории, свой контент, своё, это надо, чтобы человек это получал при осознанном желании. Вот если кому-то действительно нужен какой-то там фильм для взрослых или что там, я даже не знаю, что они могут хотеть люди смотреть, то пусть он просто усложнится, вход в это. Ну а то, чтобы этот подросток не мог вот так по щелчку это получить, доступ к этой информации, чтобы это не вываливалось против его желания. Вот я не хочу это видеть на экране, оно прёт. И второй момент, это то, что, конечно, человек, то, что сознательно совершающий какие-то действия в интернете, что-то выкладывающие, призывы, генерирующие какую-то информацию, он, конечно, должен нести и ответственность за неё, в случае, если она окажет вредное влияние на кого-то, если она будет незаконной. Я считаю, что вот в этом плане, ну, эти усилия по ужесточению какому-то, даже не ужесточению, а упорядовывающую правила выкладывания этой информации, они, в принципе, имеют под собой смысл и основу. Есть что добавить? Ну да, я здесь полностью соглашусь. Здесь просто надо прописать некие правила, в которых надо играть всем, да, там, ну, как жизнь игра, там, и играем по определённым правилам. Соответственно, надо просто привести в некое подобие, да, и молодёжь, ну, не только молодёжь, все должны понимать, сделаю я вот это так, я получу вот это за это, да, и если я делаю это так, ну, у нас же никто не, вот почему-то некоторые умеют разговаривать, да, и всех оскорблять, да, там, вот они вот разговаривают так, но они ещё почему-то считают, что они не занимаются оскорблением, а потом получаются какие-то конфликты. Потому что нас не обучали этому, нас не разучили, не объяснили, что при данном манере общения мы можем накликать на себя беду. Ну, непривычно мы. Соответственно, и в интернете мы сейчас выросли, да, вышли в интернет, а нас никто не обучил, как им пользоваться, что делать, что можно, что нельзя. Если посмотреть, да, вот в соцсетях, как молодёжь общается, это постоянно наезды, они считают, что они, раз они спрятались в некий такой кубик, их вычислить практически невозможно, они могут налево-направо, на всех там рамсы, да, там, попутал кидать налево-направо. Особенно если ещё под каким-то фейклой страницам. Да, но есть люди, которые более прошарены, они могут вычислить, прийти так же накостылять, ничто не составит труда. Уже в реальности, не виртуально. Да, поэтому молодёжь не понимает, что они, как бы, они считают, что раз мы спрятались за монитор, мы здесь смелые. Выйдя на улицу, он, конечно, себя ничего не представляет, но за монитором он смелый. Соответственно, надо обучить, что за монитором ты можешь так же, что ты за монитором общаешься, что ты на улице в реале. Неправильно верное слово тебе может прилететь, да, там, в глаз, и глаз в лучшем случае заболит. А в худшем случае может быть и более страшные последствия. В общем, всегда надо помнить, что может прилететь. Ну что ж, значит, завершая нашу сегодняшнюю тему, можно сказать, что пока единого мнения по поводу вот этого реестра пользователей, отслеживания и создания его не существует, потому что здесь очень масса непроработанных еще моментов, в том числе и как попадание информации о вас к третьим лицам, а это тоже законодательно наказуемо, если информация будет, скажем так, утекать. В общем, есть еще о чем поговорить. Самое страшное, не то, что за вами следят, а чтобы вы могли за собой следить эффективно. Вот это, наверное, самое важное. Ну что ж, на этой разумной ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Это была тема дня. Всего доброго. До свидания. До встречи, Даня, в том числе в интернете. Даня, в том числе в интернете.